Это сейчас площадь Куйбышева активно готовят к празднованию Нового года. А еще совсем недавно, месяц назад, здесь самарцев радовали фермерскими товарами. За время работы муниципальной сельскохозяйственной ярмарки в этом году на площади Куйбышева свежими овощами, мясными и молочными товарами закупились 153 тысячи горожан. Перед парадом памяти ярмарка традиционно переехала к музею Алабина. Еще один крупный сезонный рынок развернулся в поселке Мехзавод. Всего свои товары представили почти 3000 предпринимателей со всей Самарской области. Это больше, чем в предыдущие годы. Выросло и количество покупателей – 250 тысяч человек. Цены на ярмарках ниже магазинных, потому они и популярны. В следующем году в Самаре откроют больше ярмарок малого формата во всех районах города. Мы сейчас готовим дизайн-код развития как раз мелкоформатной ярмарочной торговли. Я надеюсь, в ближайшие 2-3 недели мы вам предоставим эту информацию, где будет представлено несколько вариантов. Действительно, ярмарки востребованы, и мне нравится, что они у нас развиваются. Уделили на совещание внимание и такой важной теме, как работа с детьми-сиротами. Сейчас в Самаре их почти 3000, но с каждым годом от детей отказываются все меньше, и меньше становится неблагополучных семей. Если 15 лет назад каждый третий ребенок оставался без попечения родителей, то в этом году сиротами остались менее 300 детей. Этому способствуют и меры государственной поддержки родителей. Уменьшаться количество выявленных детей стало после того, как был введен материнский капитал. Это объективно. У нас есть, в общем-то, динамика и по количеству рождаемых, и по количеству выявляемых в этом году. Большинство из детей-сирот проживают в семьях, либо у приемных родителей, либо с опекунами. Специалисты Департамента опеки и попечительства регулярно, несколько раз в год, посещают такие дома, чтобы проверить условия жизни и здоровья подопечных детей. Только в этом году было почти 6 тысяч таких проверок. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Константин Головин. События.